Генетическая предрасположенность, курение различного рода инфекции. По словам медиков, всё это основные факторы, которые приводят к ревматическим заболеваниям. Болезни, которые поражают суставы, не щадят ни мужчин, ни женщин. Притом возрастную категорию пациентов ревматологического отделения составляют как пожилые люди, так и молодёжь. Кроме того, специалисты отмечают, что люди не воспринимают ревматизм как серьёзное заболевание с тяжёлыми последствиями. Раньше многие думали, что от ревматизма не умрёшь, что это всё-таки не такое сложное дело, и что надо страдать, но не умрёшь. Мы знаем, что это действительно не так. Пациент с ревматизмом, где пациент не лечится, у него сокращается ожидаемость жизни на 10 лет. Актуальный вопрос ревматологии – это своевременное выявление заболеваний у пациентов. А для этого нужно систематизировать работу врачей, говорят специалисты. Сейчас разрабатывается проект дорожной карты по развитию ревматологической службы. Мы обсуждали вопрос, чтобы врачи-ревматологи обучали врачей общей практики именно тем компетенциям, которые необходимо. В первую очередь, это выявлять болезни, во вторую очередь, правильно лечить. Мы сейчас разрабатываем стандарт, это по заданию Министерства здравоохранения и социального развития, именно ревматологической службы, которые будут соответствовать всем международным стандартам. Стоит отметить, что ревматические заболевания могут протекать незаметно и проявить себя в острой форме неожиданно. Своевременная диагностика и комплексное лечение – вот что поможет победить болезнь.